Перепрофилированное третье стационарное отделение Люберецкой областной больницы в Краскове готово к приему пациентов, больных коронавирусом. Новый стационар рассчитан на 369 коек, каждый из которых подведен кислород. 100 коек из них реанимационные. За введением в эксплуатацию инфекционных отделений наблюдала наша съемочная группа. Он может проводить искусственную вентиляцию легких и не повредить, скажем так, сами легкие. То есть он очень чувствительный и при какой-то перегрузке он просто выдает тревогу, тогда можно спокойно реагировать. Аппарат, спасающий жизнь, теперь есть в каждой реанимационной палате. Здесь для больных с тяжелым поражением легких есть все необходимое. Кроме ИВЛ и увлажнителей воздуха. Монитор, на котором видно все жизненно важные показатели. От температуры тела до работы сердца. Также он оснащен пределами тревог. Когда можно при срабатывании какой-то тревоги, мы видим, что с пациентом может что-то или он ухудшается. Для пациентов в крайне тяжелом состоянии. В Центре по борьбе с ковидом оборудована история анимационных коек. В красной зоне руководит процессом Рашид Фаткулин. Работаю 34 года реаниматологом, конечно. В общем-то мы готовы к любой ситуации. Мы работаем многие-многие годы вместе, бок о бок и, конечно, помогаем друг другу. Основная часть работников продолжает работать. То есть, несмотря на то, что больница становится инфекционной, и существует большой риск заражения. На время пандемии из терапевта в инфекциониста перепрофилировался Сергей Радаев. Как и большинство его коллег, работающих с ковид-пациентами, врач ограничил контакты с семьей, чтобы свести к минимуму риск заражения своих близких. Будем проживать, соответственно, в предоставленных больницах и условиях. Пришлось ограничить поездки домой. Соответственно, моя коллега также на протяжении полутора месяцев не видела свою семью, не видела своих детей. Все, как говорится, ради здоровья наших больных. Анализы мы сдали. Мы для окружающих, так скажем, не заразны. Могли мы отказаться, наверное, но кто, если не мы? Новый перепрофилированный стационар готов принять 369 пациентов. Все койки оборудованы по стандарту COVID-19. Каждой из них подведен кислород. После масштабной перестройки большинство палац стали двухместными. В каждом боксе собственный санузел и современная система вентиляции с обеззараживанием воздуха. Сюда попадут пациенты с легкой и средней тяжестью заболевания. Строительные работы проделаны в рекордные сроки. Чтобы перепрофилировать стационарное отделение номер 3, в Центре борьбы с новейшей инфекцией, рабочим потребовалось меньше месяца. Круглосуточно на площадке трудились более 1100 строителей. Особенность в том, что практически старой осталась только коробка здания. Произошло полное переоснащение больницы в материально-техническом плане. То есть строители полностью заменили все коммуникации, начиная от лифтов и заканчивая системой вентиляции, которая смонтирована с самого современного уровня. Из оборудования, которое было использовалось здесь ранее, но единицы техники. Перед началом работы в новых инфекционных отделениях медики получили средства индивидуальной защиты от люберецких предпринимателей и сладкие наборы от партии «Единая Россия». К работе приступили 212 человек. К уже слаженному коллективу третьего стационара присоединились и медики из других больниц. После окончания пандемии здесь будет проведена тщательная санитарная обработка всех помещений. После чего медучреждение снова будет работать, как и прежде, по всем профилям.